Создатель Робинзона был шпионом Создатель Робинзона был шпионом роману Даниэля Адефа 300 лет 6. Журнал «Огонек» номер 7 от 25 февраля 2019 года, СТР 38. У любимой книги советских школьников юбилей В этом году исполняется 300 лет со дня публикации знаменитого романа Даниэля Адефа Робинзон Круза Кто был прототипом знаменитого отшельника? Огонек поговорил с исследователем Александром Болодом Беседовал Кирилл Журенков На самом деле поводов сразу два 310 лет назад на необитаемом острове в Тихом океане был обнаружен некий Александр Сельхьерк Который считается прототипом Робинзона Круза А еще 10 лет спустя, в 1719 году, то есть равно 300 лет назад Из печати вышел анонимный роман «Жизнь» Необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза «Моряка из Йорка» На самом деле роман был написан журналистом и писателем Даниэлем Диэфа и стал не только литературным событием, но и поводом для целого научного детектива Вот уже несколько столетий литературоведы и просто любители Робинзона догадают, кто стал прототипом Робинзона Александр Болот, пожалуй, единственный отечественный специалист, подробно изучивший историю вопроса У него есть и своя оригинальная версия о том, кто именно вдохновил Диэфа, изложенная в его книге «Злоключения знаменитых путешественников» Кто был Робинзон? Вышло недавно в издательстве «Вечи» Огонек поговорил с исследователем о тайнах Робинзона да и реальных событиях, которые вдохновили Даниэля Диэфа на ее создание Сегодня каждый из нас слышал о Робинзоне Крузо или его читал А в 18 веке он был популярен Точных рейтингов и опросов тогда, конечно, не проводилось, но его издавали большими тиражами Так что да, он был очень популярен Еще один косвенный показатель популярности – пиратские издания Говорят, что одно из них, в Голландии, спродюсировал сам Диэфа Он хотел заработать и не хотел делиться с издателем По договору писатель получил лишь заранее оговоренные гонорары Не мог претендовать на роялти или процент от продаж Думаю, сейчас Диэфа стал бы миллиардером, как Джоан Роулинг Но тогда больших денег Робинзон ему не принес Вот и приходилось крутиться Но самое любопытное, что роман выпустили как документальную книгу Написанную настоящим Робинзоном Крузо Получается, это была мистификация В каком-то смысле Просто художественные романы еще не стали так популярны Зато все зачитывались тем, что сегодня называется нонфикшн Отсюда и полное название романа Жизнь — необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо Моряка из Йорко Написанные им самим Читатели верили, что это реальная исповедь Робинзона Хотя литературные эксперты того времени быстро догадались об авторстве Диэфа Он, правда, до конца жизни это отрицал Как я понимаю, Робинзон превратился в целый сериал Да, вышли еще две книги за авторством Робинзона Крузо Второй том «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» тоже неоднократно издавался в России Однако широкая публика о нем знает гораздо меньше, чем об островной части эпопеи И зря, во втором томе герой, например, попадает в Китай, который описывает с необыкновенным презрением, а затем путешествует через нашу страну и даже останавливается в Тобольске Россию он живописует неоднозначно С одной стороны, восхищается ее просторами и сильными людьми, с другой упоминает про тиранический режим, про политзаключенных, как сказали бы сегодня Его размышления сводятся к тому, что Россия нечего соваться на запад, а еще лучше, чтобы две империи варваров, Россия и Китай, сцепились между собой Одним словом, истоки наших нынешних непростых отношений с Великобританией можно найти уже там, во втором томе Робинзона При этом сам Дефа никогда не был в России А Дефа вообще мало где был Испания, Португалия, Франция, вот, пожалуй, и все, да и про них нельзя сказать наверняка Очень многое в биографии Дефа покрыто туманом Он был большим путаником Но мы наверняка знаем, что он интересовался Россией Авторству Дефа даже принадлежит труд «Беспристрастная история жизни и деятельности» Петра Алексеевича, нынешнего царя Московии, в которой, в частности, рассказывается о взаимоотношениях Петра Ай с его сыном, царевичем Алексеем Гравюра с изображением Даниэля Дефа Фото Жил на свете Робинзон Давайте вернемся к Робинзону Насколько мне известно, его прототипом является шотландский моряк Александр Селькирк, которого в 1709 году обнаружили на необитаемом острове Это так? Не совсем, это лишь одна из версий О Селькирке вспомнили почти сразу после выхода Робинзона, ведь его история в те времена была известна многим Давайте я напомню ее в самых общих чертах В начале 18 века уроженец шотландского городка Нижний Ларгой Александр Селькирк действительно участвовал в приватирской экспедиции знаменитого мореплавателя Уильяма Дампира в качестве штурмана галеры Сингпортс Приватирами называли частных лиц, которые с разрешения властей своей страны захватывали торговые корабли врагов О! В какой-то момент между Селькирком и капитаном корабля возник конфликт Селькирк ратовал за то, чтобы подлатать судно И так надоел этим капитану, что ему пришлось высадиться на берег необитаемого острова Маса-Тьера В архипелаге Хуан-Фернандесу в юго-восточной части Тихого океана О! Самое интересное, что дальнейшая судьба его корабля оказалась незавидной Судно налетело на мели и было захвачено испанцами, а те из членов экипажа, кому удалось спастись, были закованы в кандалы и посажены в тюрьму Так что оставшись на острове Селькирк, по сути, спасы Его нашли лишь спустя 4 года и 4 месяца А был ли Рюрик? История Селькирка закончилась благополучно Он получил 800 фунтов стерлингов за участие в приватирском вояже, что для того времени было весьма значительной суммой Вернулся в Англию и даже построил на прибрежном холме в родном городке хижина копию своего дома на острове Маса-Тьера Откуда подолгу вглядывался в морские дали, если верить легенде, которую рассказывали туристам его земляки Говорят, он любил повторять Сейчас я стою 800 фунтов стерлингов, но счастлив я был лишь на своем острове, когда у меня не было ни гроша Так вот эту историю сначала описал в своей книге спасший его капитан Вудс Роджерс А затем известный журналист того времени сэр Ричард Стиль Стиль утверждал, что даже взял у того интервью, правда, некоторые исследователи в этом сомневаются Возможно, журналист просто скомпилировал факты из разных источников и что-то дописал от себя Но в любом случае имя Селькирка было на слуху И образованные люди того времени сразу решили, что Диефа просто использовал его в качестве прототипа А я читал, что Селькирки Диефа встречались Была такая легенда в начале 18 века, мол, они встречались в Бристоле, беседовали и Диефа украл у Селькирка его записки Но это, разумеется, ерунда, Селькирк был человеком малограмотным и записок не вел Думаю, эту сплетню запустил кто-то из недругов Диефа Известно, что он был очень непростым человеком, его многие не любили И все же, есть ли пересечения у Робинзона и Селькирка, кроме самого необитаемого острова? Они в основном в деталях, в мелочах Ну, например, козлиной шкурой их носил Селькирк, их носят и Робинзон у Диефа Или прозвище губернатора острова его дали Селькирку моряки, которые его спасли И оно же встречается в Робинзоне Однако вы в эту версию не верите Как вам сказать, схожесть есть, но она очень поверхностна А самое главное, Робинзон у Диефа и Селькирк в жизни совершенно разные люди Я читал биографию Селькирка, изданную на Западе Так вот это типичный моряк того времени, малообразованный, грубый, единственный смысл жизни которого был в море Вспомните, Робинзон джентльмен, представитель верхов среднего класса А Селькирк это низы английского общества Именно на долю таких людей выпадала грязная часть работы по строительству Британской империи Физически он был очень силен, но обладал криминальными наклонностями Выпивал, буянил, ввязывался в драки и после таких историй убегал в очередное плавание К тому же он был двоеженцем После его смерти две женщины, называвшие себя женами Селькирка Затеяли между собой судебную тяжбу А Робинзон Удефо, напомню, образцовый семьянин Вообще, что нам известно о Селькирке? Только то, что он четыре года провел на острове А жизнь Робинзона по сути, целая эпопея Мы знаем его биографию до острова и после На одном Селькирке выстроят целый сериал Удефо ни за что бы не получилось Надо было брать факты откуда-то еще Так что, скорее всего, у Робинзона были и еще прототипы Парад претендентов Кто еще может претендовать на звание прототипа Робинзона? Вы не поверите, претендентов немало Ну, например, американский ученый Артур Секарт еще в середине прошлого века утверждал Диафо взял за основу жизни английского моряка Роберта Нокса Этот Нокс провел 20 лет в плену у туземцев Цейлона Бежал, затем, вернувшись в Великобританию Стал капитаном и совершил множество путешествий Маршруты которых пересекаются с маршрутами Робинзона во втором томе романа К тому же Нокс написал книгу о своей жизни Из которой можно было многое подчеркнуть Еще одна версия принадлежит уже нашему современнику британцу Тиму Северину Который прославился тем, что повторяет морские путешествия прошлого В какой-то момент Северин проплыл по маршруту Робинзона Съездил на остров Массатьера и тоже убедился Что Селькерк не мог быть прототипом Робинзона У Северина есть свой претендент Это английский хирург Генри Питмен Сосланный на каторжные работы на остров Барбадос Он совершил побег, но у берегов Венесуэлы Рядом с устьем реки Оренока Питмен с товарищами попал в кораблекрушение И оказался на необитаемом острове Солиная Тортуга Там он прожил три месяца А по возвращении в Англию написал повесть о великих страданиях И удивительных приключениях хирурга Генри Питмена В ней есть ряд совпадений с романом Диффа Отмечу, что Питмен стал прототипом еще одного литературного героя Капитана Блада, персонажа приключенческих романов Итальянского писателя Рафаэля Саботини Еще я читал про некого португальца Есть и такая версия Ее выдвинула португальский историк Синьора Фернандо Дурао Феррейро Она утверждала, что прообразом Робинзона Стал ее соотечественник некий Фернала Лопес Но это, конечно, совсем средневековая история Лопес был конкистадором И во время осады индийскими мусульманами Португальской колонии ГОО предал своих товарищей За что его жестоко наказали Ему отрезали уши, нос, правую руку и большой палец левой руки Лопес, по счастью, выжил и даже сначала хотел вернуться в Португалию Однако затем сошел на берег на острове Святой Елены в Атлантике Там он прожил 20 лет Обзавелся своим пятницей слугой и иванцем Более того, даже возвращался в Европу Есть легенда, что он был принят Папой Римским И что ему предлагали остаться жить в одном из богатых монастырей Но он пожелал вернуться на свой остров, где и умер Действительно, версий много И ни одна вас не убедила Совершенно верно по самым разным причинам Ну, например, Роберт Ноксиген Репетмен были на островах не одни, а в компании товарищей по несчастью Какую ж тут Робинзон? А история португальца Лопеса слишком мрачна и относится к средневековью, тогда как Робинзон это человек нового времени Тогда давайте перейдем к вашей версии Кто же все-таки стал прототипом Робинзона? Почему предсказания Нострадамуса по-прежнему вызывают споры? Моя версия, если хотите, это компромисс Я думаю, что в образе Робинзона Круза есть черты Селькерка Также вполне возможно, что Дефа использовал факты из жизни Роберта Нокса И все же для прототипа ему нужен был человек образованный и интеллигентный Притом такой, для которого дальнее плавание и путешествие составляли смысл жизни Да еще и написавший мемуары, откуда можно было бы набрать подробностей Таких людей в то время было очень немного Лично я думаю, что это был Уильям Дампир Тот самый мореплаватель и приватир, в составе экспедиции которого и плавал Селькирк Право на версию Признаться, никогда не слышал про Дампира Изря Он был своего рода индианой Джонсом своего века Совершил немало путешествий по всему свету Искал сокровища Был очень любознательным человеком и отличным писателем При этом одним из лучших мореходов той эпохи Его называли Корсаром-исследователем Он, например, участвовал в экспедиции по изучению Австралии И некоторые места там названы в его честь Всего Дампир совершил три кругосветных плавания И, хотя ничего этакого не открыл Его книги пользовались невероятной любовью читателей Так вот, предвосхищая ваш вопрос Сразу скажу, как раз на пути из Австралии Дампир из-за проблем с судном Пробыл какое-то время на необитаемом острове Вознесения Правда, вместе с товарищами Один из претендентов на звание острова Робинзона Остров Массатьера в архипелаге Хуан Фернандес Фото 12 Дефа, конечно, слышал о Дампире и не мог не читать его книг Уверен, Робинзон это собирательный образ Но если брать весь сериал в целом То Дефа, конечно, описывал в первую очередь именно Дампира Вот вам разгадка С прототипом Робинзона понятно А что же тогда делать с самим необитаемым островом? Он у Дефа тоже собирательный Ну смотрите, известно, что Селькирк жил на острове Массатьера Недавно там даже проводили археологические раскопки Но поди докажи, что найденные артефакты принадлежали именно Селькирку В реальности на острове побывало множество Робинзонов От чернокожего моряка с затонувшего торгового судна до индейца, высаженного английскими пиратами С этим островом вообще связано много историй Например, есть легенда, что в разгар войны за испанское наследство там спрятали сокровища инков, вывезенные из Перу Несколько лет назад даже появилось сообщение, едва не ставшее сенсацией, о том, что легендарные сокровища найдены Но вскоре выяснилось, что это очередной фейк Однако внешний остров совсем не походит на тот, что описал Дефа Да и в самом романе четко обозначена география Необитаемый остров у берегов Америки близ устья реки Оренока Под это идеально подходит остров Табаго в Атлантическом океане О котором Дефа мог прочитать у того же Дампира Сейчас Табаго и Массатьера соревнуются за звание острова Робинзона Ведь на кону доходы от туризма А нам остается лишь следить за этим противоборством Подождите Ну а пятница? Неужели всеми любимый туземец тоже не тот и не оттуда Претендентов на пятницу не меньше, чем на самого Робинзона Опять же напомню, Робинзон прожил на острове более 20 лет И в какой-то момент спас от смерти туземца, которого назвал пятницей Такой обычай называть туземцев по днам недели действительно существовал у мореплавателей того времени Так вот есть несколько версий, кто был прототипом пятницы Одна из них гласит, что это тот самый индеец, которого пираты ссадили на Массатьеру Но я склоняюсь к другой, что им был слуга Дампира Джоли Он тоже был туземцем, правда, из Индонезии Попал в плен, был несколько раз перепродан и, похоже, подарен Дампиру Дампир очень хорошо к нему относился, взял с собой в Англию Но вот реалии той эпохи У Джоли были татуировки по всему телу, что для Европы считалось редкостью И в Англии его разрекламировали как индонезийского принца А затем показывали за деньги В результате Дампир продал его И Джоли умер от какой-то из европейских болезней По-видимому, от оспы Напомню, что пятница тоже погиб, правда, от стрелы туземцев Уже во втором томе Робинзонады А что Робинзон и остальные герои романа взяли от самого автора У них, так сказать, много от Дефа Думаю, прежде всего его романтизм и, возможно, авантюризм Помимо писательской и журналистской карьеры Дефа пытался преуспеть на Ниве коммерции Затевая различные проекты, однако постоянно терпел неудачу и оказывался в долгах Однажды в суд на него подала собственная теща Еще об одной темной стороне его личности известно меньше Дефа был шпионом и получал деньги от правительства Причем работал в разное время как на Вигов, так и на Тари Знаменитый глава ЦРЭУ Алендалис даже называл его основателем британской разведки И одним из самых выдающихся шпионов своего времени Это, конечно, преувеличение Но он действительно участвовал в неких секретных миссиях по объединению Англии с Шотландией К тому же Дефа устраивался в редакции разных журналов и пытался повлиять на редакционную политику Да еще и докладывал о настроениях журналистов наверх Так вот этот авантюризм, конечно, перешел на его героев Говорят, Дефа даже написал для правительства некий доклад о том, как развивать секретную службу Был такой доклад, но думаю, речь лишь об общих рассуждениях Практической реализации не последовало Помимо шпионажа Дефа много интересовался путешествиями В первую очередь морскими, деяниями разбойников и пиратов Судите сами, он написал книгу «Всеобщая история грабежей и смертоубийств» Учиненных самыми знаменитыми пиратами под псевдонимом капитана Чарльза Джонсона Причем историки долгое время не могли установить, кто ее настоящий автор Но самое занятное, ряд исследователей использовал эту книгу как документальный источник Хотя Дефа просто многое выдумал А известно, как он сам относился к Робинзону Круза Дефа сначала не понял, насколько это великое произведение А когда понял, стал эксплуатировать Создал своего рода сериал Вообще, Робинзон породил целый новый жанр, который не исчерпан до сих пор Вот, к примеру, недавний фильм «Марсианин с Мэттом Деймоном» Минус это, по сути, все та же Робинзонада И все же, мне кажется, наибольшую популярность он обрел в России Соглашусь, Робинзона перевели еще в 18 веке Он упоминается, к примеру, в «Герои нашего времени» Лермонтова И любили его нас, возможно, даже больше, чем в Англии Как и Шерлока Холмса Жаль, что сегодня Робинзон окончательно перешел в разряд детской литературы Хотя что же тут детского, если вспомнить, что герой романа не только путешественник Но и деловой человек, плоть от плоти своей эпохи, не брезговавший работорговлей и перевозкой наркотиков Брент Робинзона, что называется, у всех на слуху, но над глубинным содержанием книги и событиями, описанными в ней, мало кто задумывается Хотя роман, следует признать, многослойен и по-прежнему таит в себе множество загадок А как получилось, что вы решили о нем написать? Вообще-то я с детства мечтал стать моряком Правда, так и не стал И эта книга попытку осуществить давнюю мечту, только в литературной форме